Зачем вы себя обманываете, те, кто вас слушает? Я говорю выступающим это. Они презираемые. 20 тысяч за аренду? У меня 15 тысяч. 15 тысяч. Сколько площадь идем, на сколько вы так вас снимаете? Перестаньте себя обманывать. Я вот здесь успел послушать, что уважаемые называете чиновников и так далее. Откуда же они уважаемые? Зачем вы себя обманываете, те, кто вас слушает? Я говорю выступающим это. Они презираемые. В частности, мной они презираемые. Я могу перечислять кучу причин, почему, но вам это неинтересно. И не нужно, вы сами это прекрасно знаете. Начните с того, что первое, перестаньте обманывать себя и своих знакомых, друзей. Митингами вы привлечете внимание, но проблема не решится, скорее всего. Либо решится частично у кого-то, и вы плюнете на остальных. Потому что живете по принципу, моя хата с краю, ничего не знаю. Или своя рубляшка ближе к телу. Пока вы будете разрознены и решать только свою проблему какую-то, так и будет продолжаться. Проблема решаться в вашу пользу. Только тогда, когда вы объединитесь и будете помогать друг другу. То есть, когда общее станет для вас важнее частного. Это всю жизнь говорили все политики, которые грамотные. Патриоты своих стран и так далее. Общее должно быть важнее. А пока вы будете каждый, как лебедь, рак и щука, на себя тянуть, лишь бы моя проблема, а остальное там, хрен с ним остальное. Так все и будет продолжаться. Потому что сила народа в его единстве. И решая такие проблемы, а это считать и глобальные, и крупные проблемы, потому что это проблемы не только нашего города, и не только вас, но и других, кто был до вас на этих митингах. Их можно решить только сплочившись и только объединившись. Вот когда вы этим будете заниматься, то есть сплочением и объединением, тогда проблемы будут постепенно решаться в вашу пользу. Обманутых дольщиков намного больше, чем вас здесь в десятки раз. По другим застройкам. Но почему они не пришли сюда? Потому что их проблема, может быть, решилась. А может быть, они устали. А может быть, они просто разочаровались. Вот когда у вас найдутся силы друг друга поддерживать, тогда и проблемы будут решаться. Они просто будут таять, как сахар в чае. Здоровья вам, семья и объединение. Спасибо, Роснефть, молодец. Роснефть тоже в обманутых дольщиках? Или это куртка просто оттуда? Нет, это тоже обманутый дольщик. А вы откуда? Интеграл, дом номер 3. Да, Интеграл, понятно. Интеграл, мы все интегралцы. Друзья на Змеево. Какие ощущения от митинга? Есть надежда, что что-то изменится? Когда народ выступает, конечно. Надеемся, надеемся на лучшее, что услышали нас. Услышат, будут сажать кое-кого. То есть вы надеетесь на посадки уже? Обязательно надо. Без посадок еще не встроится. У нас дом вообще достроено, всего лишь там чуть-чуть осталось. Без посадок нельзя. Деньги-то ушли. Деньги дольщиков. Мы в съемных холостелках живем. Я вообще растеренец. Вообще на улице, как вам живет. Без прописки, без жилья. Вы сейчас снимаете жилье где-то? Да, снимаем. За аренду жилья они в первые годы платили, сейчас вообще не было. Уже с 15-го года не оплачивают нам. Компенсацию не выплачивают. То есть раньше вам компенсацию выплачивали за съем жилья, да? Конечно. А сейчас уже все. Вы сами. Сколько платите в месяц? 20 тысяч. 20 тысяч за аренду? У меня 15 тысяч. 15 тысяч. Ну, сколько площадь, где-то, сколько будет. Классно снимаете. Вот. Какие условия... Сколько уже платите? Ну, грубо говоря, с 13-го года. С 13-го к 4-й года. 4 года платили. Интеграл обещал, что интеграл будет выплачивать это время. А, ну, они ежемесячно вначале платили. Вначале платили. Ну, потом... Сколько они платили? Ну, примерно. Года полтора? Года полтора платили, да. Да, полтора примерно года платили. А потом все говорят, денег нету, каждый раз приплачь. Они такие руками. Ну, что вы там пришли? Я лично на Змеева подошла, спросила, говорю, вы когда будете платить? Он такой, где я тебе деньги возьму? Вот так он несколько куч. А через суд пытались как-то возобновить вот эти выплаты, чтобы вам конфликтировать? Суды выгнали, у нас решение суда есть. У всех суммы озвучены? Мы постоянно подаем, каждый полгода мы выгнали, все у нас решение суда есть. То есть решение суда, исполнительные листы, а вот эти застройщики, они бедные, да, я так понимаю, сироты? Они бедные, но тем самым они говорят, у меня столько денег, что даже внукам хватит жить. То есть они настолько налыхвали денег у простых граждан. То есть я так понимаю, что жены богатые и дети талантливые? Жены богатые, Татья богатые, сестры богатые, Зятья и все остальные. То есть весь клан там на Змеевых, они все богатые. Только они притворяются, потому что они бедные. Что он на Змеев, господин, игрок, любитель казино? Любитель казино, да, все там знают, летают он в Усанжелес. Но надо бы на яхтах не кататься. Ну, это тоже надо. Лучше бы на яхте катался, да, меньше денег бы тратил. Может быть и достроил бы наши дома. А правоохранительные органы обращались? Обращались, везде нас вызывали. От нас полностью, от зердольщиков, от всего этого. Частично сами, вот я лично сама подавала. Были ответы, отписки, больше ничего. Вот Путин, он правда говорил по поводу ЖКХ, но отчасти, насколько мне известно, это касается и вот таких проблемных моментов, как долевое строительство, воззвание в прокуратуре, вот буквально на днях было, да, он сказал там наказать, решать. Ожидаете каких-то изменений в активности спящих правоохранительных органов в Башкирии? Да, я думаю. Тут просто, мне кажется, все взаимосвязано настолько, что... То есть, я можно перетолкую ваши слова, как я их понимаю, что рука руку моет, и взятки, коррупция, все как обычно. Во всех видов власти. Мы действительно подавали следственный комитет, были отписки, потом нас заново вызывали в РУВД местное, потому что, оказывается, без их следствия не имеют права выдавать, были вот эту отписку. Но, опять-таки, тишина, не с РУВД нет ответа, опять с следственного комитета нет ответа. Не знаю, чем закончится, ну, хочется на самое лучшее. У нас дом 90-й блажен достойный. Вообще, на самом деле, вот именно в Нефтеканск, по назмею, вы писали, да, оттуда ответа никакого, ни с следственного комитета, ни с прокуратуры. Но, когда здесь написали прокуратуру, был ответ, выявили, да, вот именно по нашему дому, по третьему дому, 100 миллионов недостачи, 100 миллионов. Мы говорим, что дальше делать, они говорят, не знаем, вы попросили, мы проверили, а уголовное дело не заводят. То есть, это полное бездействие. Значит, там эти деньги все делятся, пилятся, я не знаю, пускай, как там они говорят, там, я не знаю. В общей сложности сумма украденного, в кавычках, да, развозьмем, известно? Это, вот я говорю, это только вот по нашему дому, где готовность дома 90%, 100 миллионов недостачи, 100 миллионов украденных. А у Назмеева 10 недостроев. То есть, это вот какой масштаб? Даже есть дострои на фундаменте еще, на котловане. То есть, это миллиарды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова